Всем большой привет! Спасибо, что дошли на мой канал. Меня зовут Наташа. Сегодня у меня для вас очень интересная тема. Ну, как мне кажется. Я расскажу вам про ароматы, которые я любила с первого затеста. Или ароматы любовь с первого вдоха. Если вам интересна эта тема, то присаживайтесь поудобнее и начнем. Конечно же, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Для меня это большая мотивация снимать для вас чаще. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Ну и переходим к теме видео. Вообще, у меня с ароматами, чтобы была прям любовь с первого вдоха, очень сложно. Сразу же вам честно скажу. Раньше было намного легче. То есть, что мне не подари, что я, например, не послушаю в магазине, все мне могло понравиться. В основном, я предпочитала цветочно-фруктовые или просто фруктовые легкие такие ароматы. Сейчас, когда я стала больше слушать ароматов, у детьми стало гораздо сложнее. Но все же нашлись такие экземпляры, причем достаточно неожиданные и разноплановые. Но также мне хотелось бы затронуть такую самую тему. Это как от любви до ненависти один шаг. Случалось ли у вас так, что когда вы слушаете какой-то аромат, вот прям любовь-любовь, но в носке, например, или когда вот какое-то время вы его поносите, или потом, когда он раскрывается, выдает совершенно другое, да, не то, что вы изначально слышали. Служу вам о двух ароматах, с которыми так и получилось, которые я изначально влюбилась, но при носке или потом в дальнейшем они у меня разочаровали. Начнем с первого аромата. Это мое такое парфюмерное «Я». Самый мой такой первый, более серьезный аромат – это «Олимпия» от Пака Раба. Да, казалось бы, «Олимпия». Но так получилось, когда я ее вдохнула, я не смогла просто устоять. Кажется, здесь меня привлекла нота такой соленой карамели. Когда аромат настоялся, я отчетливо стала слышать в нем белые цветы, хотя изначально я слышала в нем только соленую карамель. Я тогда еще не увлекалась никакими нишами, да, ароматами, даже не знала, что какие-то такие ароматы могут быть. Я помню, что мы с супругом пришли вместе в магазин далеко от дома, выбирали ему аромат, и по итогу мы выбрали парные ароматы, но я также попробовав «Олимпию», я не смогла о ней забыть. И по итогу, недолго думая, даже, по-моему, недели не прошло, я для нее все-таки пришла, вернулась. Сейчас для меня это такой парфюмерный якорь, можно сказать, в том времени, когда мы с супругом только начали вместе жить, когда меня по этому аромату все вокруг узнавали. И для меня это такое, знаете, время прохладного лета или такой теплой осени, когда я в кожаной куртке, надушена этим ароматом. И, кстати, ни один раз антикомплименты я не словила. Я уже о нем рассказывала об этом аромате более подробно. Я вам оставлю также ссылочку, где я о нем делюсь более такими подробными впечатлениями, что первый мой аромат, с которым у меня случилась любовь с первого вдоха, «Олимпия», самая первая классическая от Пака Рабан. Все вы знаете, как я люблю бренд Tom Ford, но любовь моя с ним случилась не сразу. Вообще со всеми ароматами у меня достаточно такой был долгий путь к ним, да, то есть когда я их слушала, вспоминала или разнашивала, то есть у меня с ним любовь случилась не сразу. Но все-таки два аромата таких есть, которыми прям у меня любовь-любовь, но, к сожалению, у меня есть только в наличии один, потому что второй, ну, прям просто каких-то немысленных денег стоит. И все же, я говорю с вами об аромате Tom Ford «Вилетовая орхидея». Я уже как-то тоже о нем делилась своими впечатлениями. Со временем он, конечно же, поменялся. Я раньше помню, что я говорила, что я сравнивала его с «Ваниль Фаталь», потому что когда «Ваниль Фаталь» не отстоялась, они реально были очень похожи своей какой-то алкогольностью и замшевостью. Сейчас же аромат настоялся, и я в нем отчетливо стала слышать именно такие белые густые цветы, да, то есть как будто, знаете, не мед отдельно добавлен в аромат, потому что здесь заявлен мед, замша, ром, а как будто именно вот так же ром, так же тонкая такая замша приятная, такая шероховатая, и уже как будто добавили сверху именно белых цветов медовых, то есть именно вот эта вот пыльца медовая слышится. Аромат очень такой густой, насыщенный, но он стал больше, но в нем стало больше сладости. Не сказать, что это меня как-то сильно отталкивает, потому что, как вы знаете, я люблю тоже сладкие ароматы, но он как-то стал немножко, не то что как-то более дешево, да, более как-то проще звучать, скажем так, потому что когда он только ко мне приехал, я помню, я его послушала, и это была такая, знаете, такая яркая замша с такой, с такой прям пропиткой алкогольной, как будто вот прям взяли замшу и залили ее ромом. Это был настолько богатый такой чувственный аромат, я помню, когда я его нанесла, вот только он ко мне приехал, он мне отстоялся, ничего, я нанесла его, боже, я просто улетела. Это прям была такая любовь-любовь. И тогда мне и мама его оценила, и я его оценила. Конечно, стойкость была не очень, по это дело, потому что аромат только с дороги, да, он долгое время, долгое время ехал до меня. Аромат был близко к коже. Сейчас эти характеристики, в плане то, что он шлейфовый, не шлейфовый, не поменялись, он также близко к коже, но он очень-очень стойкий. Я не могу сказать, что прям любовь моя к нему прошла, сейчас я ношу его немного реже, но вот именно за счет этой сладости аромат немного поменялся, да, немножко изменился, но любовь моя все к нему уже еще есть, и он у меня стоит и просто идет своего часа. Для меня это тоже какая-то такая, знаете, либо больше такая теплая осень, либо теплая весна. Сейчас как раз-таки у нас все теплее и теплее, и я думаю, что я скоро его достану и начну его носить. Это Том Форд, Вилетва Орхидея, самая первая, не Люмье. Скажу вам про два аромата, с которыми случилось от любви до ненависти. Я хотела это оставить на конец видео, но захотелось мне вот так вот, потому что передо мной здесь стоит один аромат, которым я нашла один аромат, чем заменить. В общем, обо всем по порядку. Итак, первый аромат, сейчас у меня его нет, и ну и понятное дело, что у меня его не будет. Все вы знаете, как у меня много ароматов от Нарцисса Родригес. И казалось бы, что ну у них вроде бы и база одинакова, да, у кирпичиков одна, у кубиков другая, и мне нравится и та, и та. Но получилось так, что с одним ароматом я вообще совсем никак не подружилась. Сейчас я говорю об аромате Pure Mask. А сейчас уже какая-то новая версия, да, этого аромата. Я ее не слушала. Да и как-то желание, если честно, у меня слушать ее не возникает. Когда я послушала ее в магазине, мы как раз таки выбрали мне подарок на день рождения вместе с мужем. Он послушал, сказал, вау, как классно, необычно, потому что до этого, когда мы слушали только такие, знаете, ну типичный люксовый аромат, там фруктовенькие, такие компотные, да. Это просто что-то было вау. Я тоже послушала, я даже не могла понять там, ну то есть, что я вам о нем рассказывала. Если я найду видео, также вам ссылку оставлю, какими впечатлениями я о нем делилась. То есть, прям вау. То есть, какой тут этот мускус, да, какая-то свежесть. То есть, и цветочность в нем. То есть, все это так необычно. И не сказать, что прям порошково звучало, но просто такой аромат свежести, какого-то вот прям воздуха, именно в аромате очень много было воздуха. Я послушала его, то есть, моя ошибка была в том, что я не послушала этот аромат на коже. И впредь я стала ароматом от Нарцисса Родригес слушать именно на коже. То и вам, конечно же, советую. Ушли из магазина, все, я решила, что точно я буду его брать с себя на день рождения. И что вы думаете? Когда аромат был приобретен, я также, то есть, вау-вау, классно-классно вроде бы. Я даже его поносить толком не успела, потому что, как-то раз я захотелось на ночь глядя, как говорится, да, перебирая свои флакончики, распилить его себе на кожу. И, о ужас, на мне он просто такими кислыми цветами запах, то есть, я не услышала вот этого воздуха в аромате. Даже, бог с ним, была бы там, в нем даже мыльность, да, или какие-то мыльные цветы. Именно вот прям кислятин, то есть, не кислинка, а прям вот сплошная одна кислятина с цветами. Мне до тошноты стало от него плохо, и я точно знала, что я с ним распрощаюсь. Нанесла на супруга, у него горячая кожа, аромат вообще стал пахнуть платками, извините меня, да, кошачьими, вот, как есть. Советую вам аромат от Норсеста Родрикис наносить именно на кожу, потому что вот так вот с нами получилось. Но когда я дала сестре его поносить, она перед тем, как мы с ним пошли гулять, на себя нанесла, и он очень классно не шлифил, я услышала эти белые цветы, классные, да, и небольшой как-то вот, и вроде бы как какой-то такой мыльный мускус, и свежесть, то есть, все-все-все, я это услышала, был прохладный, такой приятный ветер. Так что вот такая с ним история. аромат последнего года, это Атар Коллекшн Халтат Найт. Первый раз я послушала также Литуаль, все тесты уже были пустые, по кончику еще немного совсем было, я решила нанести, боже, я улетела, я услышала и эту кальянную вишню, и дымность, и корицу, и просто я так улетела, и я супругу сказала, мне он точно нужен. Я точно знала, что Халтат Найт не будет как-то переснять, его как-то не будет переформулировать, и я была больше чем уверена, что я его в ближайшее время закажу. И потом так получилось, что аромат начали переформулировать, дали снимали его, в России его тяжело очень было найти, ценники просто до небес взлетели. Я хотела заказать такой, можно сказать, аналог на него от марки Брикорд, называется Парфюм Фара. То есть там вместо вишни именно сухофрукты, также корица, я уже о нем говорила, что у меня такие неоднозначные о нем нехорошие, можно сказать, даже впечатления, потому что была такая нехорошая ситуация, я была в этом аромате, и вроде бы, можно сказать, ну, я стараюсь не корить какие-то ароматы, не связать какие-то плохие такие воспоминания или ситуации с ароматом, но так вот получилось. И потом, после того, как его переформулировали этот аромат, и многие стали жаловаться, люди стали писать, то, что база у Халтат Найс стала как мужской одеколон, вот, и то, что уже никакой такой дымности нет, просто такая, можно сказать, компотная вишня, я точно решила, что шансы я ему давать не буду, что покупать этот аромат я не буду, потому что я ни от одного человека слышала, что именно эта база, она прям скатывается в мужской одеколон, ну и спрашиваются, зачем тогда его приобретать. Я нашла парфюм в похожем направлении, и это Бушерон Амбра Александри. Здесь многие слышат вишню, потому что здесь амбра, табак, да, возможно, сухофрукты, и это все дает именно кому-то аромат вишневой косточки, да, или такой вяленой вишни. Если я прям так не прислушиваюсь, то есть не разгадываю аромат, то возможно, да, какую-то терпкость или горьковатость, вишневые косточки я слышу, но все же для меня это такая амбра, небольшая специвость, такая даже горячая, можно сказать, специвость. На нем я останавливаться не буду, я вам также подсказку оставлю, и вы сможете подробно мой обзор послушать. Так что вот, такая хорошая замена, как для меня, более многогранная, более интересная, более такая громкая, которая не скатывается вот в эту одеколонистую базу, именно мужскую, потому что я уже проверяла на силу, с большой такой алкогольностью даже для меня вот так вот я могу сказать, это Бушерон Амбра Александри. Также я никак не могла ожидать, что мне понравятся молекулярные ароматы, я имела желание никогда к ним подходить, но так получилось, что два аромата мне полюбились, и один у меня уже даже есть в большом флаконе. И аромат, который я уже приобрела в полном объеме, это Джурет Хазеган, к сожалению, отсвечивают, отсвечивают, потому что белый флакончик, я думаю, все уже с ним знакомы, это Джурет Хазеган, нота парфюм, а у меня не супердос, обычный нота парфюм, мне также советовали супердос подойти, но как-то, знаете, уж тоже попробовала, да, что вот есть, отношу, и, возможно, потом попробую. Это для меня аромат самонастоящей нежности, какой-то даже девочковость, я бы сказала, да, такой вот, я не знаю, по-хорошему, он такой по-хорошему наивный, такой по-хорошему приятный, очень такой достаточно сложный аромат, да, в плане восприятия, но что я в нем отчетливо слышу, это какую-то нежность, чистоту, в общем, такой он приятный, спокойный, навязчивый, как-то я уже рассказывала в нем, что я слышу в нем именно какую-то такую базу, какого-то такого сладкого аромата, да, может быть, чуть-чуть, сейчас именно в полном флаконе я слышу в нем такую сладеньку, потому что я слышу аромат отливантии, который мне присылала Олечка, а в флаконе это маленько другое, мне кажется, ему все-таки надо маленько отсояться, потому что немножко спиртовые ноты я в нем все-таки ощущаю, и нравится тем, что он пахнет, но непонятно, чем он пахнет, просто как будто реально аромат вашей второй кожи, но более такой улучшенный, более такой ухоженный, холеный, вот, это Джилет Хазаган, нота парфюм, самая первая, самая обычная версия, и второй аромат, я пока не спешу с его приобретением, потому что, ну, он такой у меня, знаете, в пассивных хотелках, но все же, когда-то мне хотелось бы его приобрести, я выбирала между второй молекулой и Сентрик, и я решила, что Джилетта с пистолетом, больше такая, знаете, немножко феминную сторону, молекула, она вторая, она, конечно же, унисексовая, да, но именно вот эта такая нота елочек и голочек, я не прошу прощения, что вот так вот у меня прыгает сердце, потому что солнышко то появляется, то исчезает, и я то светлее, то темнее становлюсь, но я ничего с этим поделать не могу, вот, вернусь к аромату, меня тоже он привлекает, знаете, какая-то в нем есть такая манкая нота, все-таки я думаю, что такие молекулярные ноты все-таки не заставляют постоянно этот аромат слушать и слушать, и конечно же, что меня привлекло, это такая интересная нота ириса, которая пахнет такой вареной морковкой, ну или свежей морковкой, сладкой, на морковку это уходит, и аромат становится такой прям сладковатый, какой-то такой нежный, притягательный, добавляются какие-то в нем елочки, иголочки, как я говорю, да, какая-то такая еловость небольшая, но все равно этот морковный такой ирис, он все равно ощущается. Так, что по стойкости и по шлейфу этих ароматов? На мне держится, в принципе, неплохо, да, средне, знаю, что на ком-то они вообще, в принципе, не держатся, но я планирую носить их на одежде или на волосах, то есть на кожу я не планирую их носить, и этот аромат, в принципе, молекулы Сентрик 02, он тоже неплохо себя так показал, стойкости и шлейфовости. Ну, то есть, нормально. Не сказать, что прям, хотелось бы, конечно, вау, чтобы было это подольше, чтобы это ощущалось, но мне кажется, именно вот эта вся фишка, что аромат ощущается близко к коже, это и придает ему свою такую изюминку, да, что он такой прям телесный. Вот это восприятие такое вау, да, от этих двух ароматов, конечно же, большое впечатление на меня наложило, и я думаю подойти к стенду вообще, в принципе, молекул других и тоже их послушать теперь. Продолжение мужской аромат, на котором можно принимать как унисекс, это Амуаж Джорни, но я вполне представляю, как унисекс, потому что мне кажется, что травы и медовость могут носить как мужчину, так и женщину. Версии добавлены еще, по-моему, персик, да, асмантус, мимоза, если я не ошибаюсь, я не слушала, к сожалению, женскую версию, но это тоже, она такая, такая прям приятная, такая медовая. Я когда первый раз послушала, просто, знаете, я как-то стала сейчас больше топить, можно сказать, да, за спокойность, за умиротворенность, никого не хочется напрягать своим ароматом, да, и самой как-то, если честно, не хочется напрягаться. Конечно, про этот аромат очень сложно сказать, что он такой тихий, да, такой он прям близко к коже сидит. Нет, это, конечно, история не об этом, но я в том плане, то, что он такой, знаете, он успокаивает, потому что здесь вот это и есть какая-то медовость, такая мягкая, и какая-то мягкая такая травность, как будто я вот вышла в поле, где немножко подсохла трава, поднялся ветер, где-то стоят где-то стоят улей, да, да, с пчелами, но где уже достают, да, какой-то свежий мед, и этот ветер, да, именно летний, вот как будто вот летом я в поле стою, и ветер поднялся, и поднял в воздух вот этот аромат, и от улей, да, где уже мед достали, да, с сотами, и аромат вот этой чуть подгорелой, такой травы. Какие-то такие мне о нем впечатления. Здесь на старте есть перец, по-моему, вообще, в принципе, в пирамиде есть перец, сестра у меня его слышит, и также слышит подруга моей мамы, я вообще не слышу этого перца, но, может быть, чуть-чуть, если прям прислушиваться, тогда да, я это понимаю, что это прям конкретно черный перец. Но вот когда я так вот даже вот с бумажки или с одежды, с кожей его чувствую, на горячей коже он просто великолепно шлифит, великолепно раскрывается, еще больше таким интенсивным, прям таким пульсирующим, можно сказать, становится. Когда он и супруги, я просто обалдею, я прям так и хочу на себя нанести, но для меня это конкретно аромат мужа, поэтому, если, например, вы не делите ароматы на мужские и на женские, вам вот реально все равно, какие носить, присмотритесь к этому аромату, он прям прекрасный, мне кажется, на женской коже, если вы носите ароматы на коже, да, но вообще, в принципе, на женщинах он будет потрясающе, спокойно, также умиротворяюще звучать. Ну и полная противоположность аромату Амуаша Джорни, именно в плане звучания, это Каролина Эрера Good Girl. Казалось бы, да, что такой вот аромат, я сейчас вам говорила, что не хотела бы никого мне напрягать, но именно почему я сделала выбор в пользу этого аромата. Когда я его послушала, я как будто бы унеслась в свой подростковый период. Он такой, знаете, прям такой сладкий, напористый, мне очень сложно его описывать, когда он сейчас настоялся, я описала бы это как белые цветы, тоже такие медовые, посыпали какао, или полили какой-то карамелью, то есть очень это, конечно, сладко, это очень напористо, вообще ни капельки не скромно, но если соблюдать дозировку, то это очень красиво, особенно я носила его в зимнее время, когда еще снег не сошел, и такой, знаете, немножко, можно сказать, морозец, да, и он, не скажу, что прям согревает, мне кажется, он очень уместно, в холод звучит, ну и вообще, в принципе, даже если, мне кажется, осень, да, такая холодная, то тоже он будет такой, достаточно приятный. То есть тут именно важно соблюдать дозировку. У меня, знаете, почему вот когда я его попробовала, и вот случилась именно любовь с первого вдоха, я вспомнила себя, я уже тоже в этом говорила, что я вспомнила себя лет так в 15-16, конечно же, у меня не было такого аромата, да, и даже похожих ароматов у меня не было, просто я всегда любила сладкое направление, но у меня не было именно таких похожих ароматов, просто вот как будто бы я тогда когда-то, вот, такие, когда носишь парки, кроссовки, ты такой весь дерзкий, только начинаешь какую-то там, ну, только перешел из школы в другое очень заведение, да, заводишь новые знакомства, первые там отношения, первая влюбленность, вот для меня это почему-то так, вот сразу, когда я его послушала, вот как будто бы я в то время, я не знаю, почему так, очень интересно, ну, лично для меня такое интересное наблюдение. Гринерера, Good Girl, самая первая версия. Предпоследний аромат, который мне очень долго кружит голову, я не знаю все-таки приобретать его, не приобретать, потому что ценники на него, ну уж очень сильно взлетели, тоже я о нем вам неоднократно рассказывала, это Принцесса от Киллиан. Сейчас уже какая-то новая версия, мне очень хочется ее послушать, когда будет время, обязательно ее послушаю, поделюсь также с вами, то есть, стоит ли приобретать ту версию, она, по-моему, лимитка идет, если я не ошибаюсь, а это постоянное. Прошел, конечно, слушок, что эти ароматы снимают именно в таких шарах, то ли они не зашли, то ли еще что-то, потому что именно в офлайн-магазинах, когда я заходила, смотрела, не было, к сожалению, наличия этих ароматов, но я надеюсь, что это только слух, и что ароматы никуда не денутся, но ценники, я уже смотрю, что так прилично на них поднялись, и как-то, если честно, мне больше 10 тысяч за 100 миллилитров, мне очень хочется него отдавать. Это такой простой, но очень приятный аромат. Аромат маршмеллоу, аромат зеленого чая, немножко имбиря в нем. Когда я слушаю, вот с этого маленького пробничка, и когда мне Олечка от Левант отправляла, вот опять темно стало, и Олечка отправляла мне от Левант, они маленько по-разному звучат. То ли это как-то зависит от выпуска, то ли именно то, что вот в пробниках по одному звучит, а в от Леванте по-другому. В от Леванте именно я слышу, помимо самого маршмеллоу, также и терпкость зеленого чая, и перчинку, такую горчинку имбиря. А вот в обычном, да, в пробнике я слышу только вот маршмеллоу, и если даже зимой чай проскакивает, то только в самые первые секунды. Тоже для меня аромат такое воспоминание. Когда я, когда мы постоянно проводили время с моей лучшей подругой, у нее был вот этот вот аромат маленькая фея, да, или так принцесса, как они называются, по-моему, принцесса или маленькая, ну, то есть не важно, такой, знаете, такой приятненький, такая приятненькая, ванильненькая поливашка, они до сих пор с этим продаются. Они, конечно же, сто процентов не похожи, понятное дело, ну, то есть принцесса с маленькой феей, с этими спреями детскими для тела, но вот как-то вот так мне это напомнило, да, когда вот у меня подруга пользовалась, я постоянно ей делала комплименты этот аромат, у меня от него только положительные эмоции, волосите в разную погоду, и даже спасть не уложилась, он меня не удушил, никак мне некомфортно не было, потрясающий аромат, и стойкость у него такая хорошая, да, он простой, но, к сожалению, я считаю, что он не стоит те денег, которые за него просят. Возможно, все-таки, когда-нибудь мне хотелось бы, конечно же, иметь его в своей коллекции, и для меня, да, это прямо самая настоящая любовь с первого вдоха. Замечательно, я считаю, что все, кто его не пробовал, обязательно должны его попробовать, если вы любите такое кожаное, фруктовое направление, или что-то ищете похожее в этом направлении, это аромат Видиан Лондон, я вам недавно о нем рассказывала, подсказку я вам оставлю, к сожалению, отсвечивает, но я вам фотофлакончик обязательно прикреплю. У меня что мама его попробовала, что сестра, и они также остались в восторге, хотя у моей мамы и у сестры, да, у меня у нас у всех разные, у нас абсолютно разные вкусы на парфюмерию, но это настолько потрясающий аромат. Супруг считает, что он стоит каждой своей копейки, аромат стоит около 12 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, за 50 миллилитров, я считаю, что немножко не стоит тех денег, да, которые за него просят, но я думаю, придется раскошеливаться, потому что это реально потрясающий, просто потрясающий аромат. Для меня это кожа, но я поносила его на себе, и супруг на себе его поносил. На горячей коже все-таки чувствуется такая более мягкая выделки кожа, то есть и не совсем замша, но и не грубая кожа. На мне же аромат становится больше такой грубый, в такую больше дегтярную сторону, да, у меня сестра сказала, пахнет дегтярным мылом. И у меня фрукты, знаете, как будто на втором плане, то есть там не фрукты, а ягоды, да, такая ягодная, ягодная такая настойка, какая-то малиновая, ежевичная, смородина, вот такая какая-то настойка, и на мне это второстепенно. На супруге же наоборот, все на нем так сбалансировано, на нем так сбалансировано звучит, мягкая выделка кожи, вместе с такой ягодной такой настойкой, где больше солируют даже не малина, а какая-то как ежевика, или какая-то смородина, возможно даже какая-то и клубника, то есть какая-то вот ягодность, кислинка такая, такая ягодная кислинка, но не отчетливо, прям что малиной пахнет. Потрясающе, очень стойкий, очень шлейфовый, и первая очередная хотелка сейчас в парк-гальдероб супругу, ну не только супруга, но и я хотела бы тоже его поносить, это вот Видиан Лондон. И кто бы не говорил, что он больше в мужскую сторону, возможно, да, есть и пишут о нем, что он, конечно, больше именно в такую мужскую, именно база у него больше такая мужская, но все равно я считаю, что кожный такой, что такой кожный ягодный аромат могут носить и женщины. Думала, что буду рассказывать про последний аромат, но забыла просто самый главный, самую мою любовную любовь, которую, когда я услышала, просто больше я без нее жить не хотела. Это Арабецк Глори Маск. В предыдущем видео я вам подробно о нем рассказала, даже сделала, даже сделала вам целое видео по бренду Арабецк. Обязательно заходите, посмотрите, я делюсь впечатлениями об этом аромате, не только первыми, не только первыми впечатлениями, но вообще, в принципе, как этот аромат в носке. Сейчас мне хотелось бы сказать, что это просто настолько такая любовная любовь, я его просто обожаю. Для меня здесь и фрукты, и какая-то сливочность, и цветочность. Никакой розы заявленной, которая есть в пирамиде, я абсолютно не слышу. Он очень такой напористый, но и нежный, и мягкий, и одновременно и дерзкий. Очень красивый. Когда я его попробовала в первый раз в магазине, я уже вам рассказывала, да, это, наверное, десять раз эту точную историю рассказывала, что я ездила по городу не в один магазин, чтобы еще раз его послушать, потому что так попалось, что я была в разные дни, в разных точках города, и там, где был ритуаль, мне хотелось бы зайти еще раз, обновить свои впечатления, нужен он мне точно или нет, потому что от Леванта, к сожалению, где бы заказать, нигде не было, то есть только сразу в полном флаконе. И я просто объездила практически весь город, чтобы его послушать, и я уехала с этим ароматом на ватном диске, и просто я мечтала, мечтала, и наконец-то он у меня, потрясающий аромат, обязательно рекомендую вам к нему присмотреться, если вы любите или ищите что-то похожее в таком направлении, но он ни на что не похож, я не могу вспомнить ни один аромат, который был бы на него похож, так что вот, моя любовная любовь, рассказываю о нем в самом последнем, в самую последнюю очередь, но он стоит у меня сейчас на первом месте, это мое такое сейчас парфюмерное я, которое я изначально, когда послушала, влюбилась, это Марка Арабецкая, парфюм называется Глори Маск. Я рассказала вам про все ароматы, с которыми у меня случилась любовь с первого вдоха, пожалуйста, поделитесь своими ароматами, с которыми у вас так получилось, да, также поделитесь своими ароматами, если такие у вас есть, с которыми у вас получилось от любви до ненависти, которые вы изначально послушали, думали, все, вау, это точно мое, но в носке случилось что-то, но в носке случилось что-то не то, да, что аромат я как-то иначе показал. Я говорю вам огромное спасибо, что досмотрели до конца, мне очень было приятно провести с вами время, не теряйте меня, в скором времени буду выпускать также больше видео на разные тематики, еще раз говорю вам большое спасибо за поддержку, давайте подписываться на канал, поставить лайк этому видео, ну и другим также видео, для меня это очень важно. Ну, до новых скорых встреч и всем пока!